Значит, уважаемые коллеги, давайте начнем нашу сессию. Проходите, пожалуйста. Тематику вы знаете. Большое спасибо всем, кто пришел и будет участвовать в нашем обсуждении. Значит, у нас с вами пять докладчиков. Скажите, пожалуйста, из Литвы есть докладчик? Нет. Из Литвы докладчика нет. Значит, тогда у нас есть дополнительно по пять минут, где-то доклады у нас будут около 20 минут, но если меньше, то лучше. Мы оставим время еще на обсуждение. Значит, я хочу подчеркнуть, что наша сессия называется «Экологическое образование для устойчивого развития». И у нас сейчас два соведущих. Я, Рыжова Наталья Александровна, профессор Московского городского педагогического университета, и Нектариус Тылакис. Это университет Патрос, Греция. Он также является вице-президентом организации АМЕП Европейского отделения. И вчера мы с ним проводили двухчасовое мероприятие, которое называлось «Пре-конференс» на английском языке. Оно шло только на английском языке. И, в принципе, все равно людей было много. Мы были этому очень рады. И я вижу здесь присутствующих те, кто был у нас и вчера. Я хочу сказать, что получилось очень интересное обсуждение. Я надеюсь, что мы сегодня тоже с вами обсудим эту проблему. Почему это важно для нашей конференции? С этого года вы, наверное, знаете, что конференция проходит под эгидой ЮНЕСКО и соответствует цели номер четыре – образование для устойчивого развития. Сегодня уже об этом говорили. Образование для устойчивого развития – качество образования. Но мы поговорим не только о качестве образования, но и о других целях устойчивого развития. У нас очень разные доклады. Я напомню, что устойчивое развитие у нас охватывает область экологии, социальные проблемы и экономика. И вот там, где все они вместе соединяются, там у нас получается устойчивое развитие. Итак, у нас четыре доклада. Первый доклад стоит – мой доклад. Давайте я начну. Ой, извините, пожалуйста. Нектарис, will you please say something as an introduction? Yes? Here. Значит, небольшое вступление делает Нектарис, пожалуйста. Добрый день. Good evening. I am going to say a few words because I am here not to speak, but to hear your projects. I met Natalia in OMEB. OMEB is the World Organization for Early Childhood Education. And from the very beginning, I was really impressed from her work with so many kindergartens around Moscow. And every year, I am looking forward to hearing her work. I am sure that sustainable development is a term that is going to be discussed the following years. because if the development is not going to be sustainable, perhaps it will be catastrophic. So we should consider and think about it very seriously. And in education, education for sustainable development is very crucial because it has to do with the future. And the most nearest future is our children. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. такая картинка существует. Значит, и вот этот рисунок, он был своеобразной эмблемой Конгресса АМЕП. Сейчас он используется в многих странах. Значит, какие были вопросы? Вопросы были следующими. Пожалуйста, посмотри на эту картинку, расскажи мне об этой картинке, что здесь происходит, что ты можешь еще сказать об этой картинке, и почему дети это делают. Может быть, ты что-нибудь еще можешь добавить по поводу этой картинки, и что ты вообще можешь сказать по поводу того, что мы обсуждаем. Надо сказать, что интервью там проводилось со строгим соблюдением всех этических норм, то есть ребенка спрашивали, согласен ли он дать интервью. Он называл свою фамилию, имя, но фамилия, конечно, нигде не фигурировала, возраст ребенка, и интервью проводилось в разных формах. Это могла быть группа детей, это мог быть один ребенок, и, соответственно, результаты записывались по-разному. Сейчас я об этом тоже скажу. Еще был один вопрос, который, конечно, в 2010 году звучал вообще очень странно. То есть мы детей спрашивали, что ты знаешь об устойчивом развитии? И знаешь ли ты, что это значит? И, соответственно, мы записывали ответы детей. Эти все ответы пересылали национальному руководителю, то есть мне, а мы потом пересылали на международный уровень. У нас, значит, участвовало очень много детей. У нас эти интервью были организованы и в государственных, и в частных детских садах, в школах. Значит, затем были тогда еще, вот если начало у нас было, были так называемые центры развития ребенка. И, кроме того, я потом об этом скажу, я уже внесла свои дополнения, очень много дополнений к этому проекту. В частности, мы опрашивали и взрослых, и получили очень интересные результаты. Первоначальный текст я несколько адаптировала вопросы, потому что я понимала, что на некоторые вопросы не ответят не только дети, но и взрослые. И поэтому мы просто спрашивали про устойчивое развитие, но все-таки мы обращали внимание детей на то, что они могут сделать для своей окружающей среды, для территории детского сада, для самого детского сада, у себя дома и так далее. Вот что было самым сложным при интервьюировании, могу сказать, это может быть особенность еще нашей, тоже российской педагогики, очень сложно было, чтобы воспитатели не комментировали то, что говорил ребенок. Несмотря на то, что я попросила не подсказывать, не подталкивать ребенка, тем не менее, во многих интервью, которые я получила в видеозаписи, все равно воспитатель говорит, ты молодец, а вот может быть ты помнишь, вот мы это делали и так далее. Вот здесь идея была, чтобы слышать только голос ребенка. Вот здесь вы видите, соответственно, некоторые цифры, сколько у нас было разных проектов, потому что после вот этого опроса выполняли дети разные проекты, и вот у нас было вовлечено на первом этапе 18 тысяч, ну почти 19 тысяч детей и очень много взрослых. Прошло какое-то время, и, значит, я решила повторить, вот последние годы мы снова проводим эти опросы, участвует очень много детских садов и начальных школ по всей стране, и моя теперь задача сравнить вот ответы детей того времени и современный ответ. Это, собственно, моя инициатива, мне кажется, что это интересно, так ни в одной стране не делали. Это первый аспект. И второй аспект, то, что я решила сравнить ответы взрослых, студентов, педагогов и детские ответы, это тоже, в общем-то, специфика нашей страны, мы решили так сделать. Вот вы видите географию, это первоначальная, вот в этом году уже у нас больше регионов присоединилось. Значит, у нас были вот эти рекомендации, проводили опросы в комфортной обстановке, и результаты записывались в разных вариантах. Это могли быть видеоответы, много прислали тоже видеоответов, это могли быть аудиозаписи, только голос ребенка, и это могли быть текстовые документы, где педагог записывал ответы детей. Вот, конечно, рисунок использовался очень по-разному, то есть иногда показывали с компьютера картинку, иногда распечатывали, и вот здесь интересный вариант, здесь присутствует, где у нас Татьяна Александровна, вот замечательный вариант, она нам сегодня будет рассказывать о том, как она интерактивную доску использует, и вот, в частности, она, это ее разработка, вы видите, она решила сделать, как бы, такие участки, когда ребенок наводит на эту картинку, как это называется, лупа, да, лупа такая виртуальная, то он видит то, что там находится, вот такого пока ни в какой стране не было, это вот такой ноу-хау, и мне очень понравилось, конечно. Если кого интересует эта информация, вот в целом, как прошел этот проект в мире, была интересная статья, просто по фамилии можно найти, набрать Education for Sustainable Development, образование для устойчивого развития, вот Ингрид Энгдал вместе с коллегой из Чехии, они были первоначальными составителями вот этого проекта. Что еще у нас делали дети? У нас действительно этот, в общем-то, получился такой проект, не только опросами все закончилось, то есть после того, как детей опрашивали, они делали свои рисунки, вот вы здесь видите рисунки, это уже этого года рисунки, есть рисунки даже трехлетних детей, совершенно замечательные, и они рассказывали, что можно сделать, чтобы помочь планете, потому что, когда они смотрели на рисунок, ответы были такими самыми неожиданными, вот взрослый точно не ответит так, например, говорили, что, очень многие дети говорили, взрослые очень заняты, они загрязняют землю, а приходится мыть ее нам. Затем они говорили, что на такой земле нельзя жить, что дети разных стран моют эту планету, это очень важный момент, я говорила об устойчивом развитии, то есть такая социальная составляющая, это именно мультикультурность, то есть там действительно дети разных стран. У нас, например, спрашивали педагоги, а как ты думаешь, есть ли среди них дети России, то есть, мне кажется, это важный момент, потому что таким образом, как бы приближалось с глобального уровня на локальный. Вообще, у устойчивого развития есть такой замечательный лозунг «мыслить глобально действует локально», и поэтому мыслили глобально, обсуждали этот рисунок, но затем переходили к локальным действиям. Сейчас во всем мире говорят о том, что очень важно слышать голос ребенка. И вы знаете, я думаю, что вы согласитесь, что для нас это особенно важно. Вот эта поддержка инициативы, самостоятельности, которая у нас есть во ВГОСах, она, в общем-то, идет с трудом. Я понимаю, что есть объективные тоже подходы, но тем не менее, вот эта привычка, как бы заранее давать знания, не всегда спрашивать ребенка, что он хочет и что он думает, вот эта проблема, которая сейчас, она преодолевается потихонечку. И вот здесь мы как раз и пытались послушать детей. И я вам хочу сказать, что я сама не ожидала, сколько интересных было разных вариантов высказано детьми, причем даже детьми четырехлетнего возраста. Вообще, это очень такой богатый материал для анализа, что я и делала. Вот на международном уровне там в основном анализировали, сколько в какой стране было проектов, что дети сказали. А я проанализировала еще и с точки зрения, допустим, в каких климатических условиях дети живут. И действительно, оказалось, там есть разница, как они отвечают на вопросы, какой программой образовательной они пользуются. Вот если есть экологическое образование в детском саду, то это очень хорошо было заметно по ответам. Далее, очень интересно то, что в ответах многих детей отражается опыт родителей. То есть родители как смотрят на окружающую среду. Они приводили примеры, допустим, я хотела сорвать цветок, но бабушка мне запретила. Или наоборот, а мама сказала, что можно рвать цветы. Она когда была маленькой, она рвала. Вот с этих позиций тоже мы это все проанализировали. То есть вот этот анализ, он дал такое понимание дополнительное, что знают дети. И честно говоря, я считаю, что они знают намного больше, чем мы об этом думаем. И в зависимости от этих ответов, я потом скорректировала свои рекомендации для педагогов. То есть я разработала целую такую систему по итогам этого проекта, где проанализировала результаты и обратила внимание педагогов, как они могут использовать вот результаты тех, те результаты, которые они получили в рамках этого проекта, для изменения своих отношений с детьми и для того, чтобы использовать эти результаты для организации различных проектов, например. И действительно потом проекты исходили, многие тематика проектов была связана с высказываниями детей. Далее я решила, что, наверное, интересно опросить и взрослых. Начала я со своих студентов. Они у меня, как вы видите, тут отвечали тоже на вопросы. Там разные варианты были у нас. То есть я просила их ответить вот так, как они себе это представляют. Я могу сказать, что ответы взрослых гораздо беднее ответов детей. Вот это, честно говоря, меня поразило. Хотя они тоже очень старались, взрослые, я имею в виду. То есть и ответы взрослых, они более стандартны и более похожи друг на друга, чем детские ответы. Значит, после этого мы смотрели фильм. Есть такой у меня фильм «Проекты для детей и взрослых. Наша окружающая среда». Это мой фильм. И там, в частности, может кто-то знает. Там, в частности, первая часть посвящена тому, как дети обсуждают этот рисунок. Значит, мы, соответственно, смотрели, как дети обсуждают. Затем, если это были студенты-заочники, я просила их провести опрос. Ну, или в начальной школе, у меня студенты и те, и те есть. Значит, просила провести опрос своих детей. Вы знаете, это оказалось очень интересно. Многие студенты спросили, а можем мы своих собственных детей опросить? И я сказала, да, конечно. Вот так что у нас есть такие еще теперь и семейные опросы. И после этого мы с ними анализировали ответы взрослых, их ответы, и ответы детей, в частности, тех детей, которые они обучают. Но они сказали, что они, конечно, даже не задумывались над этим, и что, в общем-то, результаты их даже где-то ошеломили. Далее, значит, я активно использую вот этот рисунок для того, чтобы объяснять различные проблемы для устойчивого развития на своих различных семинарах, то есть когда мы готовим учителей, тоже даю им возможность. Допустим, я спрашиваю, а как бы вы эту картинку использовали в своей работе? То есть не уже по заранее готовым текстам, а такое творческое задание. Тоже у нас очень много такого интересного материала. Далее, что очень важно, это уже инициатива была детских садов. Этот рисунок очень понравился, и многие стали распространять эти идеи и не только в детском саду, то есть в других группах, не только в школе и в семьях, но также и в пределах своего города. Я надеюсь, что тут вам видно, да, вот рисунок этот. То есть это, например, детский сад из Петропавловска-Камчатского, который по итогам этого проекта первого, часть первая, сделал второй проект, вот у них очень интересный был городской проект, и они везде использовали вот эту эмблему. И здесь вы видите, что они результаты проекта даже вывешивали в автобусах, в автобусах, в магазинах, то есть вот этот лого, он стал таким доступным для многих категорий людей. Далее, значит, что мы можем, какие выводы можем сделать по этому проекту? Все ответы детей, они включают проблемы, которые у нас есть в стране, и не только у нас в стране, но и в целом мире. То есть там были и глобальные проблемы, когда дети отвечали, и локальные проблемы. Дальше, они, ответы эти детские, они имеют отношение не только к экологии, они включают многие социальные проблемы, взаимоотношения с семьей, можно проследить ценности семьи, в которой они воспитываются. Далее, какие есть образовательные проблемы в данном учреждении, образовательном детском саду или школе, дали отношение к этой картинке в целом, потому что некоторые дети ее хорошо воспринимали, некоторые не очень, по-разному. И, конечно же, очень хорошо прослеживалась специфика возраста, я анализировала еще по возрастам, как отвечают, вот там 3-4 года, 4-5, 5-6, 6-7. И еще начальная школа у нас была. Вот в последнем ответе начальной школы даже было сказано, что ЮНЕСКО занимается тем, что охраняет нашу окружающую среду. То есть современные дети, они очень так образованы. И, значит, что еще очень важно, из сравнения ответов взрослых и детей, я поняла, что взрослые и дети по-разному относятся к нашей планете, к экологическим проблемам. Проблемам в каком смысле? Вот как вы считаете, какое слово было наиболее популярным среди взрослых в ответе на вопрос, что ты видишь на картинке, нет, зачем они это делают, чтобы земля была какой? Как вы думаете? Чистой, еще какие варианты? Чистой, красивой еще, живой, пригодной, ну пригодной для ребенка, это даже для того, который про ЮНЕСКО сказал сложно, наверное, пригодной для чего? Для жизни, да? Вот, а дети, это как бы как взрослые, да? А вот как вы думаете, у детей какое слово первое? У нас тут прозвучало чистый. Да, совершенно верно. То есть большинство детей на первом месте называют красивое, радостное, чтобы она была красивой во всем мире. То есть у них на первый план выходит именно такой эмоциональный отклик. Чистая тоже есть. А у взрослых, вот у нас такое представление об экологических проблемах, чтобы все было чисто. Будет все чисто, значит, будет хорошо. Вот где-то, наверное, 80% взрослых начинали со слова, чтобы она была чистой. И, собственно, почему это важно? Потому что это лишний раз показывает, что экологическое образование — это не знание, и вот как иногда там диагностируют, вот что ребенок знает там то-то, то-то и то-то. Я всегда говорю, что это не главное. Для ребенка очень важно отношение. И поэтому вот этот эмоциональный компонент, он обязательно должен присутствовать вот в этом экологическом образовании для устойчивого развития. Но я думаю, что вы знаете, что у меня есть программа, которая называется «Наш дом природы». И с прошлого года она является программой по экологическому образованию дошкольников в интересах устойчивого развития. И там как раз вот многие аспекты того, о чем я говорю, раскрыты, но с других позиций. И, в частности, эмоциональный компонент я там тоже рассматриваю. Вообще многие сады, которые участвовали в этом проекте и в других проектах АМЕП, они работают по моей программе. Значит, таким образом мы можем сказать, что ответы детей очень хорошо показывали их отношение к природе. Некоторые дети не знали, что сказать, их не заставляли и не подсказывали. Я сразу говорила, не может ребенок, пишем, нет, все. И дети, в принципе, имеют представление о глобальных проблемах. Но интересно, что если в 2011-2010 году, там еще так спорадически проводили тоже опросы, практически на вопрос, что делать с мусором, значит, как вы думаете, что они отвечали? Убирайте, не надо бросать почему-то фантики. Я не знаю, может, это в какой-то программе есть. Вот все говорят, не надо бросать фантики на асфальт. Причем в разных регионах, да. Вот про сортировку мусора у нас было, по-моему, было два ответа всего. Сейчас уже большой прогресс. Сейчас многие дети, да, начинают с того, что не надо бросать фантики, но в то же время они говорят о том, что мусор надо сортировать. Вот утрамбовывать еще пока мало кто говорит, а сортировать уже есть. То есть какое-то продвижение. Я хочу как раз посмотреть, как изменилась уровень, ну, то, что мы говорим, экологической образованности детей за эти годы. Вот я тут как раз написала, что это красивая планета, чистая, яркая, многоцветная, блестящая, очень многие говорят. Вот, то есть красивая, это точно все говорили. Дальше мы спрашивали, что ты еще можешь сказать по этому поводу? Многие дети говорили, что да, эти дети молодцы, они правильно делают, я тоже так буду делать. И тогда, соответственно, задавали вопрос, а что ты можешь сделать для окружающей среды в своем окружении? И вот целый такой ряд предложений обсуждался в коллективе, но, конечно, чем старше дети, тем серьезнее было это обсуждение. Вот, и по итогам они решали, в какую деятельность они могут вовлечь. Ну, то есть дети вовлекались в определенную деятельность, ту, которую они выбирали все вместе, это очень важно. И, например, ну, конечно, дети говорили часто про кормушки, про то, что цветы нельзя собирать, надо их сажать, там, деревья нужно сохранять. То есть такие достаточно традиционные вещи. Но вот после того, как мы, вот, по-моему, в двух садах мы делали домик для насекомых, я не знаю, знаете вы это или нет, что это такое, вот здесь присутствуют коллеги, которые как раз, где мы делали этот домик для насекомых, вот дети стали говорить о том, что мы можем делать вот такие домики. Это важно, потому что это сохранение, биоразнообразие, это местообитание. Значит, все педагоги, которые участвовали в этом проекте, на наш вопрос, что дал вам этот проект, говорили, что он действительно имеет большое значение, потому что у них изменилось отношение к идеям и предложениям детей, и многие ответы детей для них были неожиданны. Соответственно, они пересмотрели свое отношение к диалогу с детьми, к взаимоотношениям с детьми, и таким образом я считаю, что это очень важный момент, это, собственно, такой вариант подготовки педагогов, переподготовки педагогов, потому что сегодня много об этом говорили, что очень важно слышать ребенка. Ну, хочу сказать, что поскольку я являюсь национальным руководителем этого проекта, я решила, что я не могу стоять в стороне, и мы дома тоже проводили опросы со своими внучками, вот сначала те внучки, которые сейчас старше, сейчас как раз у меня есть еще одна, и вот я сравниваю с позицией нашей семьи тоже, вот что отвечают дети, и я предлагаю сейчас тоже не только детским садам и школам отвечать, но и тем семьям, которые хотят узнать мнение своих детей. И у нас сейчас есть еще один проект, я вчера как раз об этом рассказывала, называется «Юные экологи Москвы», я являюсь одним из его авторов, и, соответственно, мы там как раз, как основное условие выполнения проекта, потом у нас конкурс есть, ставим именно участие детей, формулировку темы вместе с детьми, вот за эти три года, пока идет проект, у нас очень многое изменилось. Ну и в конце давайте посмотрим, что говорили дети и взрослые. Ну вот совершенно замечательное было высказывание от мальчика четырех лет по поводу устойчивого развития. Он сказал, что устойчивое развитие, я не знаю, что такое устойчивое развитие, но я думаю, что это что-то такое на нашей планете, что заставит каждого из нас улыбнуться. Ну вот идея была такая, то есть что если кто-то посмотрит, он улыбнется. Ну в принципе замечательное определение, я считаю лучше, чем определение изначальное было. Значит, некоторые говорили, что устойчивое, это значит там такое стоит на месте на одном, но я хочу отметить, что мы с вами говорим устойчивое развитие, на самом деле это неправильно, правильно самоподдерживающее развитие, потому что по-английски это будет sustainable. То есть у нас просто его неправильно перевели, теперь многие думают, что устойчивое, это вот мы стоим и не сдвинемся с места. Нет, это именно развитие. Значит, потом, что тут у нас еще есть, есть у нас педагог, которая сказала, мы хотим выразить большую благодарность всем координаторам этого проекта, потому что мы чувствовали поддержку, ну я действительно много очень общалась со всеми, кто участвовал, и у нас появилась новая энергия, и появились новые планы. И я очень рада, что я до сих пор прихожу в детские сады, и я вижу, что вот этот рисунок, он используется. Значит, если кому-то он нужен, во-первых, у меня, ну это Facebook 1, у меня есть Facebook еще просто по-русски, это английский вариант, а есть Facebook на русском языке Наталья Александровна Рыжова, это профессиональный Facebook, там есть эта картинка, если кому-то нужна, можно скачать и тоже ее использовать для самых разных целей. Ну и в принципе я готова к сотрудничеству, буду очень рада, если кого-то это заинтересовало. Проектов всего шесть, я рассказала только об одном, и то вкратце. Соответственно, если вы хотите участвовать, я думаю, что в следующем году у нас будет снова проект, в этом году очень много людей участвовали, все получают международные сертификаты на английском языке, то есть это не конкурс, это проект, если вы участвуете, соответствуете условиям, вы получаете такой сертификат. У меня все, спасибо. Я думаю, что вопросы мы все-таки оставим на потом, потому что тогда будет понятно, сколько у нас времени на обсуждение. Значит, теперь я приглашаю... А, у нас нет... Джентаутас, Цибулькас, нет еще раз. Нет? Нет. Значит, тогда Эдита, you are welcome. Значит, теперь у нас коллега из Загребского университета, с которым мы тоже давно сотрудничаем. So, I say we're cooperated with human, yes, yes. И, ну, у вас будет перевод, так что вы услышите. Я так понимаю, что... Social problems, yes? Social, да. То есть это другая составляющая будет у нас. Как раз очень хорошо, что у нас разные. Hello, everyone. Здравствуйте. И прежде чем я начну, я хочу извиниться за то, что мой английский не слишком хороший. Кстати, я еще так же охрипла. Я буду стараться. Сегодня я присутствую здесь с моим профессором Анке Васович. Она также является моим руководителем по моей докторской в университете. Итак, я хочу продемонстрировать вам одну из моделей, которую мы используем в Загребе с детьми. Вы знаете, что у нас есть социально-экологическая модель. И здесь перечислены все элементы, которые важны для развития детей. Мы должны быть очень осторожными и внимательными к использованию этой модели. И так же я хочу процитировать Джона Дьюви. Очень интересная цитата. Вы можете ее прочитать. Видите, это фотографии детей, с которыми я работаю. Итак, школьная программа. Школьная программа включает в себя очень много разных навыков и предметов. Чтение математики, наука, языки, письмо и так далее. И очень важно не забывать о том, что кроме всего этого, дети должны иметь возможность контактировать с природой и играть. И важно иметь такое место, где они могут играть, где они могут играть и давать им возможность развиваться самостоятельно в играх. Дети, когда они взаимодействуют с природой, они получают очень важные навыки, они становятся более независимыми и так далее. И взаимодействие с природой дают им возможности заинтересоваться самыми разными темами для исследований и так далее. Это особая модель школьной программы вне помещений. Проект называется «Дети на природе». 20-25 детей, 2 учителя и так далее. Это проводится как проект. Вот это пятидневный лагерь. Вот в таких домиках они живут в течение этих пяти дней. Они здесь находятся без родителей. Только дети и учителя. Маленький домик сделан для них. Вот так выглядит спальня. Очень симпатичная спальня. Детям она нравится. И общая комната. Вся эта мебель двигается. И дети могут сами для себя создавать пространство. Это ресторан. Они здесь вместе с другими детками едят. В школе у них много возможностей для игры, для изучения разных вещей. У них там находится 7 разных комнат, 7 разных пространств. Там они могут играть, если плохая погода, если дождь или снег. Но все равно даже плохую погоду они выходят гулять. Итак, действия на природе. Игры с деревьями и с деревянными предметами. Это очень важно. Бег. Бег вверх-вниз. Дети сами решают, чем хотят заниматься в том числе. Снег. Когда снег, они играют в снегу. Там также есть озеро и там есть дикая природа. Развитие социальных компетенций очень важно. Дети играют вместе. Они встречаются, начинают дружить с новыми детьми. Это очень важно, что они делают это самостоятельно, потому что родителей здесь нет. Они не вмешиваются, не вовлекаются. И они что-то находят вместе, они придумывают игры, начинают вместе играть. Это замечательная возможность заводить новых друзей. И я надеюсь, что этот проект будет работать хорошо. Можете мне помочь? Можете мне помочь? Я не могу это видео запустить. Можете помочь запустить видео? Как запустить этот ролик? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, это все, что я хотела сказать. Я была очень краткой, и я надеюсь, что вы поняли, о чем я хотела вам рассказать, что донести. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что вы нас очень вдохновили. У нас большая проблема. у нас, к сожалению, нет вообще в стране таких детских садов. И вот мне, например, лично очень жаль, потому что эти сады сейчас очень популярны, я думаю, многие знают, и в Канаде, и в Европе. То есть вообще есть детские сады без здания. То есть родители приводят детей в определенное место, воспитатели идут с детьми в лес, например, или куда-то в другое место на природу, и затем возвращают в этом же месте детей родителям. Но это как бы такое вообще из такого будущего. Но вот все-таки вот общение с природой у нас должно быть такое, его пока нет. Следующий у нас идет доклад Лидии Борисовны, пожалуйста, из Волгограда, по организации экологического образования дошкольников в интересах устойчивого развития с учетом регионального компонента. Но я хочу сказать, что Волгоград и Волгоградская область это у нас один из самых таких периодовых регионов, где действительно внедряется не только экологическое образование, но именно образование для устойчивого развития. Там огромное количество детских садов работает вот по этим проектам. Они участвовали во всех проектах ОМЕП очень успешно. Просто я вот была в апреле, в общем, я была тоже в Волгограде, и я была очень приятно поражена тем уровнем работы, который там ведется. И организует это все как раз Лидия Борисовна. Уважаемые коллеги, я, конечно, наверное, выступлю в продолжении доклада Натальи Александровны Рыжовой, потому что наша деятельность напрямую связана с ее деятельностью. Итак, Волгоградская область, но это краткие экскурсы, где мы находимся, это юго-восток России. Конечно, здесь настолько уникальна природа, что не изучать ее нельзя. У нас есть и степи, и очень интересные большие реки, например, Волга и Дон. Есть самое крупное озеро соленое Эльтон. Есть вот такие замечательные ковыли, и, конечно же, уникальные меловые горы. Есть полупустыни, у которых очень мало растительности, очень засушливые. И мы в экологическом образовании детей, которые, естественно, связаны с ознакомлением с природой, в первую очередь, основываемся вот на таких подходах. Во-первых, учет особенностей природы Волгоградской области при ее изучении. Почему? Потому что практически все программы у нас основаны на природе средней полосы России. Создание условий для экологического образования в детском саду, об этом я поговорю позднее. И основное внимание, конечно, уделяется формированию основ экологического сознания и у детей, и в первую очередь у взрослых. То есть решение три единой задачи это знание отношения поведения. Немного истории, с чего все начиналось. Если традиционное ознакомление детей с природной и родного края у нас было в детских садах Волгоградской области до 96-го года, то после 96-го года у нас началось экологическое образование для устойчивого развития. С чем это связано? В 96-м году появилась программа Натальи Александровны Режовой «Наш дом природа». И в связи с этим педагоги Волгограда Волгоградской области в Москве посетили авторские семинары Натальи Александровны. Далее просматривают ежегодно вебинары, участвуют в конференциях. И чуть-чуть экскурс в историю про авторские семинары Натальи Александровны Режовой в Волгограде, которые как раз помогли нам поставить экологическое образование Волгоградской области на новый качественный уровень. Чуть-чуть фотографий. Обратите внимание на то, насколько возросло количество педагогов. Это все 18-й год. Апрель. Ну и конечно же очень большую помощь нам оказали выступления Натальи Александровны на международных конференциях. И сейчас чуть-чуть о создании условий для экологического образования Волгоградской области. В основном это будут примеры небольшого районного городка из Михайловки. Город Михайловка Волгоградской области. Как в помещении, так и на территории детского сада. Здесь вы видите экологическую комнату и часть территории огород. в здании детского сада. Вот это учет регионального компонента районный поселок Иловля Волгоградской области, где представлены природа Волгоградской области в таких замечательных фотографиях. Это среда в группе уголок природы, коллекции. Большое внимание уделяется традиционно оздоровлению детей с помощью лука и чеснока для профилактики гриппа. Опять же традиционные мини-огороды. во многих детских садах, в отличие наверное от других регионов, у нас сохранились и экологические комнаты, специально созданные помещения для экологического образования и должность педагога-эколога. То, что есть в экологической комнате. Я вам показываю конкретную экологическую комнату город Михайловка. это уже Волгоград. Макет полупустыни. территория детского сада также создает условия для экологического образования. садов. несколько фотографий из разных детских садов Волгоградской области. Интересное оформление компостной кучи. Посмотрите, пожалуйста, оригинально сделано. Это тоже по рекомендациям Натальи Александровны. Рекомендации создавать кучи. До этого все листья у нас благополучно уходили в мусор. Такие газоны, водоемы и ракарии, традиционные площадки природы с метеобудкой. Замечательная экологическая игра дождевые червячки и деревья неизменно нравятся детям. Итак, с 2004 года, когда у нас была создана лаборатория экологического образования детей, в Волгоградской области постепенно создается и на данный момент практически создана система экологического образования дошкольников и она встроена в общую систему экологического образования населения. И, в общем-то, признано то, что в этой системе самое лучшее работающее звено это именно дошкольники. На 2018 год более 30 базовых детских садов, несколько инновационных и пилотных площадок, более 120 членов лаборатории, это наиболее активные педагоги со всей области. Ну и, конечно же, наша лаборатория организует ежегодно несколько областных, несколько городских семинаров и ежегодное участие как в международных, так и во всероссийских проектах. Тот проект, о котором говорила Наталья Александровна, уже второй раз участвуем. Зеленая планета с 2006 года участвуем. Мы являемся региональным представителем этого общероссийского детского экологического движения. Письма животным недавно сделал такой хороший старт экологический проект. Также всероссийский для ООПТ, то есть для особо охраняемых природных территорий. И вот если посмотреть на карту Волгоградской области, треугольниками обозначены несколько особо хорошо работающих детских садов. Вот здесь видно, что они на территории практически всей области, с самого юга до севера. Часть из них являются инновационными площадками в соответствии с законом образованием. В 2018 году сейчас у нас идут экологические акции батарейки. Батарейки после начала работы по проекту АМЕП, это 10-12 год, вот эта акция проходит уже на протяжении сколько лет, наверное, лет 5 точно. И батарейки, мы с гордостью это говорим, город Волгоград сдал больше всего в России. Да, за счет дошкольников. Ежегодно детские сады работают по проекту макулатура. Детские сады договорились с фирмами, которые принимают макулатуру, фирмы установили специальные контейнеры в детских садах, как на территории, так и в помещении и периодически вывозят. Акция «Посади дерево». «Посади дерево» я думаю традиционная акция, но у нас в Волгоградской области основная зона это сухая степь, поэтому деревья растут очень плохо. И мы их сначала выращиваем в горшочках, а потом уже высаживаем на территорию детского сада. И вот мы высадили достаточно много дубов. несколько иллюстраций по нашим проектам. Ну и, конечно же, мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных, кто с нами захочет сотрудничать, потому что у нас есть свой сайт mnil.vspu.ru и на этом сайте есть наша почта. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, очень интересно, действительно у вас просто огромная работа проводится, и я считаю, что вы можете быть таким центром распространения идей на региональном уровне. Потому что у нас не хватает горизонтальных таких контактов в стране, у нас все завязано на Москву, а в принципе ведь очень много всего интересного делается. Спасибо огромное, мы потом еще вернемся к вашему докладу тоже. Пожалуйста, теперь у нас Татьяна Александровна, тут у нас некоторая преемственность можно сказать наблюдается, потому что у нас до этого работала секция по цифровому образованию, вот Татьяна Александровна уже в течение многих лет очень успешно использует интерактивную доску для целей интеграции в образовании и для в частности экологического образования. они тоже участвовали в самых разных проектах, если презентация тут все-таки пойдет, то я думаю, что это будет очень интересно и необычно, у нее такие уникальные опыты, в общем-то. Как мне обнесли, очень благодейся презентация. Скажите, пожалуйста, пока пару слов, просто, что у вас, что у вас в саду есть, а потом пока загрузится, да, чтобы время, если что. Ну да, чем вы занимаетесь? А, все. Наш детский сад находится в Москве, в Крылатском. Ой, простите. Наш детский сад находится в Москве, в Крылатском. Мы работаем по устойчивому развитию по программе Натальи Александровны Рыжовой «Наш дом природы». Устойчивое развитие всей нашей цивилизации является в настоящее время необходимым условием для продолжения жизни на нашей планете. И другой альтернативы, как уже упоминалось, у нас нет. Как же сделать так, чтобы каждый человек осознал это и взял на себя ответственность за будущее своих потомков, за будущее нашей планеты? Очевидно, что необходим нужен целенаправленный процесс воспитания и обучения. То есть необходимо образование непрерывное на всех возрастах, ведущее образование в интересах устойчивого развития. Очевидно, что именно такое образование в интересах устойчивого развития становится приоритетным средством для развития человеческой цивилизации, для устойчивого развития общества в целом. И так как тесно переплетено с экологическими вопросами, социальными и экономическими, именно дошкольное образование как начальная ступень в реализации идей устойчивого развития играет значимую роль. Так как оно, с одной стороны, ориентировано на воспитание гармоничной всесторонне развитой личности, а с другой на формирование у ребенка определенной системы ценностей, которая во многом определит его решения и поступки в будущем. То есть положит начало формированию стиля жизни личности в интересах устойчивого развития всего общества в целом. Дошкольное экологическое образование в интересах устойчивого развития ведет ребенка от первичного ознакомления с природой к пониманию связей, невидимых ниточек в природе, а затем уже к осознанию его собственного воздействия на окружающую среду, к пониманию собственного экологического следа. И тем самым закладывает начало к формированию устойчивого стиля жизни каждого члена нашего общества. Но понятие устойчивого развития непривычно для дошкольного возраста. Об устойчивом развитии обычно дискутируют политики, экономисты, профессиональные экологи. Но даже дошкольное экологическое образование для устойчивого развития подразумевает рассмотрение экологических вопросов в тесной взаимосвязи с экономическими, социальными вопросами, о которых дошкольники тоже имеют очень малое представление. Но современные дети очень любознательны, пытливы. И если эти понятия адаптировать в соответствии их возрасту, наглядно и доступно преподнести в увлекательной форме, с использованием современных технологий, активных методов обучения, то трудностей для восприятия новых знаний у ребенка не возникает. Одним из эффективных средств является интерактивная доска. Я подробнее хочу остановиться именно на использовании ИКТ. С ее помощью можно реализовать любые образовательные задачи. На экране моделируются различные экологические ситуации. Главные герои общаются с ребенком с экрана, задают вопросы, мотивируя их на самостоятельный поиск ответов, решение проблемных ситуаций. Например, от червячка ребята получили вопрос. В подземном царстве множество жильцов, а вот чем они дышат? На доске были предложены варианты ответов. С помощью экспериментов ребята узнали, чем, и на доске выбрали нужный вариант ответа. Вот просто иллюстрации фотографий, как это происходило. То есть интерактивная доска не используется постоянно и целиком, и полностью на целом занятии. Она интегрируется с разными видами деятельности у ребенка. В данном случае я проиллюстрировала эксперименты. Сейчас хочу показать вам второй пример, что с помощью интерактивной доски можно смоделировать такие ситуации, в которые мы не можем попасть в повседневной жизни. Например, путешествия с осьминогом. Я этого ожидала, сейчас секундочку. Я хочу сказать, пока у нас пауза, что журнал «Обруч», мы выпускали вместе с ним два фильма, в которых есть как раз вот Татьяна Александровна, где она представляет свою технологию. Там по проекту «Одуванчик» и по проекту мы делали как раз домик для насекомых, кормушки. Как можно для этого заранее использовать интерактивную доску для того, чтобы детей подготовить к этому проекту. Я видела тоже, как дети работают. Мне, честно говоря, самой очень хотелось тогда подбежать и пальцем дождик нарисовать. Это очень такое увлекательное занятие. И, конечно, детей очень привлекает. Там самое главное – организовать работу, чтобы они не все вместе к экрану подходили, а по очереди что-то делали. Всем сразу все хочется. Вот здесь. Ну вот пример моделирования ситуации, которая происходит под водой. То есть путешествие пригласил осьминог. Вот сначала мы смотрим, мы опускались от… Так, сначала мы оказались на берегу, и ребята собирали мусор на берегу. Потом осьминог пригласил глубже. Ребята предположили, как мы это сделаем. Сядем в батискап. И уже попали в прибрежную зону, где опять же столкнулись с проблемой мусора. Тоже нашли выход. Предложили аквалангов. И спустились на акваланге. Ну, акваланг был в игре. И спустились на нем под воду еще глубже. Ну, и вот вы видели, когда опустились совсем глубоко, то тоже интерактивная доска позволяет заглянуть, например, под ил. И там они тоже увидели следы действия человека, следы жизни человека. Даже глубоко под водой, где на поверхности мы этого не замечаем. Ребята тоже предложили убрать этот мусор. Но больше всего затруднение вызвало пятно нефти, с которым они тоже не сталкиваются. Ну, и мы сравнили его с масляным пятном. Опять экспериментальным путем попытались выловить масло из воды. Попробовали фильтровать. Ну, и, конечно, дети сами инициировали дискуссию, формулировали, обсуждали проблемы. И сами приходят к выводу, что почему нельзя оставлять мусор на берегу. И вот сложная эта проблема с разливом нефти. Мы решили ее, собрав ее, отфильтровав только воду. Но в конце путешествия они уже поняли связь, что любые действия человека ведут к нарушениям в природе. Я могу сказать, что сейчас многие используют интерактивные доски. Насколько я в этом разбираюсь, там есть разные типы интерактивных таких досок. И, соответственно, разные программы тоже. И вот у нас на семинарах, которые Татьяна Александровна, мы вместе с ней проводили, было очень много людей, которые пытаются потом адаптировать вот такого типа задания тоже для вот этой своей, своего типа оборудования. Не идет, да? Сейчас я еще раз попробую запустить. Интерактивные доски, которые сейчас у нас есть в России, это смарт. Наша доска, и вот то, что я реализую на доске, у нас доска Panasonic. И то, что реализую я в программе Panasonic, это нельзя реализовать на досках смарт. Доски смарт, ну, не знаю, нашего производства, и они больше напоминают программы Powerpoint. То есть они интерактивны, но заглянуть, например, вот туда, под какие-то слои, вот в программном обеспечении это нельзя сделать. То есть Panasonic, она более, да? Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Но и с досками смарт тоже очень интересные занятия можно сделать. Мы приняли участие в проекте «Здоровые дети на здоровой планете». Это был проект по формированию здорового и устойчивого образа жизни для детей и взрослых. Мы проводили «Дни здоровья». Что нужно делать, чтобы быть здоровыми? Что нужно делать, чтобы здоровой была окружающая нас среда? Мы опять через сказочных персонажей помогали сказочным человечкам, путешествовали по найденной карте. Попадали в разные города, в изумрудный город, залив золотой рыбки, в фабрику чистого воздуха, наукоград или магазин бабушки, где ребята тоже сталкивались с такими ситуациями, где они осознавали, связывали свои поступки с тем, какой след они могут оставить эти поступки в будущем. На фабрике чистого воздуха мы даже попытались моделировать трубу, из которой вылетали бумажки, и тоже дети сами догадались, что так же, как и с водой, можно установить на нее фильтр. И болеет ли от грязного воздуха, например, у нас был персонаж Карлсон. Естественно, куда девается мусор. Изучали и плакаты, которые были в экологическом сундучке, юные экологи. Проводили эксперименты, закапывали мусор, и проверяли весной, от какого мусора что осталось. Ну и проводились акции, скажи полиэтиленовому пакету нет. Отказывались от полиэтиленовых пакетов и призывали всех шить сумочки-авоськи, на которых мы узнали как раз в магазине от бабушки, где не было пластиковых бутылок, были бидончики, были кулечки бумажные, а не полиэтиленовые пакеты. И последнее видео я вам хочу показать тоже, ведь ИКТ это не только интерактивная доска, это и все технические средства, которые мы используем в работе с дошкольниками. Вот здесь... Не так быстро говорите для перевода, помедленнее. Здесь был снят фильм, экологические новости. Я вам только маленький кусочек анонс покажу, что входило в эти новости. Мы вырастили тыкву и в сюжете рассказывали. Изучали пирамиду питания как здорового образа жизни. Червивые яблочки плохо? Или мы идем за червячком, который нам подсказывает? Поехали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иван Белик. Над каждым этим сюжетом работа шла в течение года. И такой экологический выпуск новостей у нас получился в конце года. Наши усилены работы по проекту по образованию над устойчивым развитием. Ну, я закончила. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересно. Уважаемые коллеги, на этом список наших докладов исчерпан. И я предлагаю вам выступить, если у вас есть желание рассказать о своем опыте, потому что время у нас уже осталось. Или задать вопросы. Мне кажется, что тема действительно очень такая современная. И, может быть, у нас еще недостаточно она реализуется, если сравнить с другими странами, я имею в виду по массовости. А по содержанию у нас, в общем-то, это направление, ну, скажем так, соответствует международному уровню. В чем-то даже, может быть, в каких-то направлениях есть у нас и свои собственные находки. Поэтому, пожалуйста, хочет кто-нибудь поделиться? Да, пожалуйста. Пожалуйста, если вопрос надо обязательно... Вопросы, пожалуйста, и выступление, обязательно микрофон, чтобы был перевод. Можете там как-то в конце... Подойдите... Татьяна Александровна... Да, пожалуйста, потому что иначе не будет перевода. Можно сидеть, да, коллеги? Да, конечно, как вам удобно. Аэлита Агайдарова, Кыргызская республика. Скажите, пожалуйста, вот я благодарна сегодня всем, кто вот рассказывал об экологическом образовании и все, что делается в школах, в детских садах. Это действительно колоссальный труд. Огромное вам спасибо. Вот у нас, я не знаю, как у вас, но у нас вот проблема в детских садах, это детское экспериментирование. То есть вот свойства воды, свойства воздуха, да? То есть вы знаете эту программу «Однакомление с природой». Вот, может быть, кто-то поделится опытом. Вот у нас проблема, ну, большое количество детей в группах, 40 и 50 детей у нас в группах, да? Естественно, воспитатели обязаны выполнять программные требования, делят детей на две подгруппы по 20 детей и проводят это экспериментирование. Но вот все, кто работает в детских садах в практике, вы понимаете, что такое? Оно сопряжено с огромными проблемами в организации, да, самого вот этой, самой этой деятельности. Вот, к примеру, я проводила эксперименты с водой. И вот для того, чтобы дети могли понять, что вода имеет вкус, цвет, запах и так далее, да, и как это сделать. Пока подготовили стаканчики с разными жидкостями. Одна часть детей благополучно выпила соки, вторая детей выпила молоко и так далее. Ну, одним словом, конечно, это, так сказать, мелочи, большие мелочи нашей, издержки нашей профессии. И очень много таких моментов, когда подготовка и проведение детского экспериментирования сопряжена с массой проблем. Может быть, кто-то поделится, как вы это делаете у себя? Да, ну, если можно, я отвечу, потому что я занимаюсь этим направлением, это одно из приоритетных моих направлений, да, сейчас я тогда выйду. Спасибо. Свойство воды растекаться, если она не имеет формы. Ну, у меня просто разлилось как раз, да. Так, слышно, да, меня? Уважаемые коллеги, значит, ну, кто здесь присутствует, вот из наших садов, вы знаете, что у меня есть специальная книга-лаборатория в детском саду и дома. И недавно вышел еще комплект карточек исследования природы в детском саду с детьми. Действительно, исследовательское направление, в частности, экспериментирование, это очень важное направление. Значит, что мы делаем? Это те, кто работают по моей программе, в частности. Значит, мы создаем мини-лаборатории в группах, и вот вы говорите, да, тяжело готовиться, но я сторонник того, чтобы мы использовали бросовый материал, который не жалко, чтобы он упал, не жалко, чтобы разбилось что-то. То есть мы собираем вместе с детьми стаканчики, мы собираем вместе с детьми природный материал. И вот я как раз сейчас, когда общаюсь с педагогами, предлагаю им не просто проводить эксперименты. То есть мы поставили стаканчик и говорим, так, возьмите в правую руку красный стаканчик из-под йогурта, в левую синий, перелейте и так далее. То есть это передача готовых знаний. Мы сейчас стараемся проводить экспериментирование так, чтобы учесть инициативу ребенка. Поэтому у нас есть два варианта экспериментирования. Одно то, которое, как вы говорите, по программе. То есть, конечно, педагог что-то показывает детям, и он проводит с ними эти эксперименты. Но очень часто детям хочется, во-первых, продолжить эти эксперименты. Во-вторых, они хотят что-то сделать сами. Поэтому мы создаем так называемые уголки самостоятельной деятельности. Там оборудование меняется, оно тоже все бесплатное, то есть его не жалко. И любой ребенок, любое время, ну понятно, когда это время у него есть, он подходит к этой лаборатории и делает то, что он хочет. Организовать это непросто. Но вот есть система, когда, допустим, вы обозначаете каждый уголок в группе какой-то определенной символикой. То есть, лаборатория, это, допустим, у вас там колба. И символику мы тоже с детьми разрабатываем. Дальше. Там чтение, уголок чтения, это книга. И вот сколько у вас может детей там поместиться в лаборатории? Пять. Значит, только пять вот этих бирочек, они подходят, берут бирку и идут в лабораторию, и там они занимаются. Если они видят, что не хватает им уж этих бирок, значит, они должны что-то другое выбрать, а потом поменяться. Я не знаю, вы знаете, вот мне очень интересно то, что вы сказали, что у вас дети выпивают сок. Вот по моей программе эти эксперименты по блокам, да, они идут, я уже не знаю сколько лет, и ни разу не было такого, чтобы дети выпили молоко или сок. Это у меня очень забавно. Вот никогда так не было, даже не знаю почему. То есть им потом давали сок этот выпить потом. Они просто смотрели, допустим, но это потом давали. Вот, это один момент. Еще очень важно, чтобы эксперименты были не заорганизованы. Я как-то снимала фильм, у меня несколько фильмов вышло, в том числе по экспериментированию. И, значит, педагог планировала показать детям опыты с магнитами. Вот этот известный опыт, когда скрепку надо вытащить с помощью магнита. И как она традиционно хотела это сделать? Взять магнит, показать, как скрепка вытаскивается, и они это повторяют. Я говорю, знаете, давайте мы им положим магниты, дадим задание, посмотрим, как они это будут делать. Вы не представляете, было пять вариантов разных. Там было пять детей для съемок, пять вариантов разных, и не было ни одного варианта, который описан в наших традиционных методических пособиях. Ни одного. Только потом она им показала, и они это повторили тоже. Увидели, что еще. Это к тому, что когда мы просто готовые даем эксперименты, мы не даем детям поле для творчества, у них нет. И поэтому мне кажется, что с такой позиции подходить. Плюс мы организуем лаборатории, если есть возможность, в отдельных помещениях. Вот Лидия Борисовна, где Лидия Борисовна? Да, у вас там есть лаборатории, например. И третий вариант лаборатории, это на территории детского сада. Потому что очень многие, у вас тоже есть, замечательно. То есть очень многие лаборатории, очень многие детские сады создают условия для экспериментирования на улице. Потому что, конечно, вот как вы говорите, подготовить и провести, этого недостаточно детям. И вот я сторонник такого незорганизованного подхода. Вот коллеги сидят, многие используют мою программу, интересно. То есть я имею в виду, что дети это делают, эксперименты. Вот поэтому, мне кажется, что... Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Вот как раз в продолжении темы экспериментирования я могу сказать по поводу нашего детского сада. Как раз на основании программы Натальи Александровны у нас на базе нашего детского сада была организована так называемая летняя экологическая лаборатория. То есть когда вся территория детского сада, вот как бы брался во внимание участок каждой группы. И он использовался в качестве определенного блока. Вот конкретно мой участок, он использовался как отдел неживая природа и экспериментирования. Когда на территории всего участка дети могли проводить любые эксперименты с водой, с песком, с глиной, с камнями. То есть используя любые подручные материалы, опять же, с какими-то... Причем использовались для экспериментов какие-то недорогие, одноразовая, допустим, посуда или что-то, какие-то староиспользованные бутылки. То есть как бы на самом деле все это просто организовывалось. Дети с удовольствием берутся за эксперименты, они в этом участвуют, им это интересно. Были также у нас представлены блоки, где отходы в доходы, там использование мусора было. Был блок деревья и кустарники, был блок насекомые. То есть, получается, вся территория была задействована. При этом каждый ребенок, точнее как, каждая группа могла посещать участок другой группы, и тем самым они могли быть участниками, ну как бы участвовать в другом блоке программы. Дело в том, что у нас Волгоград, это такой долгий период тепла, он начинается с мая и заканчивается сентябрь, то есть октябрь, да, еще тепло. Все эти эксперименты можно проводить, я имею в виду там, да, с объектами, где живой природой, грубо говоря. Все это интересно, а потом, да и даже зимой, ну понятно, что с водой, как бы зимой, но все это в итоге потом переносилось в помещение детского сада, и вот как Наталья Александровна рассказывала, организовывались такие мини-лаборатории. И дети с удовольствием в этом участвуют. Я думаю, что, ну как бы это будет успешно и у вас. Да, пожалуйста, мы тоже используем как территорию детского сада, да, имеем такой опыт, так и внутри детского сада у нас есть эколаборатория, но действительно вы правильно говорите, что 30-40 детей, организовать это сложно, используя территорию детского сада, у нас тоже каждый участок имеет, значит, там цветочная поляна, Академия опытов экспериментов, это есть, но есть четкие правила поведения, о которых мы с детьми проговариваем заранее. То есть, что можно делать, а что нельзя делать. Видимо, вот этого вам немножечко не хватает. Наверное, они не знают, что можно делать, раз они раз и выпили. Наверное, надо проговорить и определить, когда и в каком эксперименте, как надо себя вести. Ну, вот заранее какие-то правила, вот как бы мое предложение. Да, причем правила вместе с ними. Вместе с ними, мы вместе с ними разрабатывали и разрабатывали знаки. Как бы знаки, когда хорошо, как бы да и приятно, разрешающие и запрещающие. Но это они сами разрабатывали вместе с ними. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, выступления или вопросы? А вот у меня еще один вопрос, у нас немножко времени осталось. А как вы относитесь к детским садам, вот таким, как вот сегодня у нас детский сад был, который очень много времени проводят на улице и гораздо меньше внутри помещений? Вот у наших коллег какое отношение к этому? Наверное, только положительно, я скажу. У вас положительно, да? Да, положительно. А это возможно в нашей стране? Возможно это? Да, все зависит от педагога, на самом деле. Как он организует пространство, как он организует свою деятельность. Потому что вот детский сад, который, где я сейчас работаю, там территория очень богатая. И, наверное, первобытная, я бы сказала. И это играет нам на пользу. Мы именно используем ее очень хорошо в нашей работе. Стараемся использовать по максимуму, по времени. Спасибо. Но тут речь идет не о территории детского сада. Здесь речь идет о парке, о лесе. Нет, выход? Нет, к сожалению, это нет. Я хочу сказать, что совсем недавно я беседовала с доктором биологических наук. Она рассказывала о своем дошкольном детстве. Это были 40-е годы, соответственно, советские времена. В те времена в Москве было традицией выезжать летом в так называемые санатории. Или дача была. Все было. У нас это тоже все было. Просто сейчас потеряно. Да, спасибо. Так, еще есть, пожалуйста? Кто-то здесь хотел? Нет? К сожалению, сейчас действительно идет больше запретов, чем разрешений. Нам практически все запрещено. Выход за территорию должен быть обеспечен пакетом документов разрешающих. Пока оформишь, уже ничего не захочешь. Поэтому, да, к сожалению, это имеет место быть. Так, нет больше желающих высказаться. Огромное всем спасибо за участие, за терпение, потому что наша секция самая последняя. Вот я надеюсь, что вам было интересно и полезно, что какие-то идеи вы сможете использовать в практике. Мы готовы к сотрудничеству, успехов вам. И надеемся, что мы с вами еще как-то где-то пересечемся в области экологического образования для устойчивого развития. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.